Приветствую вас, уважаемые зрители. С вами наблюдаем очередное PvP-сражение на карте Встреча Мудрых. За ворков играет Нас-Энд и за имперских гвардейцев играет Изинупс. Давайте за ворков. Гвардейцев я не люблю. Раса для трусов. Ворки для расы для мужиков. Баки генератора ставят. Ворк и заказывает пак шутов. Тот же генератора. Интересная карта. Как-то бывало, я на этой карте играл 1-1, прям до Т4. Кстати, я играл в гвардейцев тогда и против меня тоже был орк. В итоге дело дошло до того, что я смог сделать бейнблейд. И на этом игра закончилась с моей победой. По-моему, на канале есть это сражение, если я не ошибаюсь, что жесткое месиво было. Патриот-командование решил напасть на луков первыми, обозначая, кто тут король. Расстрелял пару рубак мощным и шутов под напрячь. Мик пока подойдет. Все, решил отступить гвардеец. Обычные гвардейцы подошли, пехота, давайте их называть пехотой. Ну и пехотинцы тут отхватывают люлей, потеряли практически пол отряда. Прикрывает отход своих пехотинцев отряд командования. Так, прыжок наперед, так, ну, гвардейцы пополняются, теряют мораль, струсили. Спрячься в наблюдательном посту, все и потом на базе выведешь их. С другого фланга тоже рубаки нападают, но тут усиленный состав пехотинцев в виде двух отрядов. У него арки отступили. Тут застроено, давайте сейчас сделаем все так, чтобы в глаза не мозолила она. Так, отряд командования нападает, принимает на себя урон, вяжет. Пока что нету прыжка, скорее всего, у Мека, можно расстрелять шутов, избавиться от шутов. Он решил сначала избавиться от рубак, видимо, гвардеец. Помиссары имеются в рядах пехотинцев, теперь они не смогут просто так трусить и убежать. Еще один генератор, точки застраивать, решил забрать центральную петчевую точку. Так, и налетчики сейчас будут налетать. Налетчики прыгают, лучше занимает один отряд. Мег с рубаками займет другой отряд, шуты будут расстреливать. Но отряд командования все еще будет свободен, видите, переключился все-таки он на отряд командования. На подлете еще налетчики прыгают на второй отряд гвардеецов. Так, видите, он тут захватывал. И все-таки решил он да захватить, да. Тут рубаки тут же снимают. Снимают еще и малыми войсками. Тут, скорее всего, гвардеец, наверное, ошибся. Зря стоял и захватывал, когда его атаковали. Надо было сначала биться, а потом уже захватить спокойно. Что мы можем сделать для тебя? Что мы можем сделать для тебя? Атакую торг. Хотят они битвы. Гордосы будут повязаны. Так, этим налетчикам надо было сюда прыгать, меху и взорвать центральные. Так, отряд командования решил повязать шутов. Скорее всего, они там и останутся. Да, отряд командования был уничтожен. И гвардейцы остались без своих командиров. Так, выполняются налетчики, я думаю, потерял он всех. Все-таки и спас. Мег тоже идет в ближний бой, ведь он подбитый. Со своего бот-пистолета он стреляет больше, чем пойдет просто сдохнет. И наблюдательный пост играет за гвардейцев. Так, новый генерал. И спрятались. Пехотинцы. Так, ну и техногрец тоже спрячется, да. Все. Тут ссыпать налетчикам. Дружно накинули с орки на наблюдательный пост. Все. Сейчас снимут Т2 уже, гвардеец. Орк качает что-то. У билова качает. Все. Топоры у орков. Орк решил ломать постройки гвардеец. Видите? Нечестно сражаются. Дети постоянно прячутся. О. Казни. Так. Ну тут ворки конечно зря так отхватили. Хотел прикрыть застрою дозорного поста. Очень больно. Пошли гранатометы у гордейцев. Качевые точки под контролем орка. Это мина для летчиков. Если они захотят прыгнуть. Так. Ну тут конечно летчики отхватывают плотненько. Надо было сразу прыгать и вязать этот отряд. Одним отрядом. Не давая уходить. Опять контролировать. Вязать. Грубаки ведь всем подрываются. Дружно накинули сорки. Уничтожили их уходный штаб. Это хорошо. Пытается зажать с тыла как те гвардеец. Но он видите снова занят захватом точек. Этот отряд тоже будет повязан. И именно этот отряд нужен. Который должен дамажить. Ну и нобы у орков. Нормально так там. Выдерживают урон. Так танкетки. Фанатехника. Сайкер останавливает танкетку. Временно спасает. Но у орков хочет пробить оборону в кавере гвардееца. Так танкетка освободилась. Так прыгает мед с нобами. Каша, происходит каша, еще одна танкетка подъехала. Два налетчика, нет, один налетчик. Внезапно их стало много, так тяжелое вооружение на защиту, базы, лас пушку будешь выдавать, да, лас пушку, чтобы уничтожить танкетки. Нобами надо как-то уничтожить тяжелое вооружение, чтобы не мешали танкеткам работать, там танкетки могут работать чисто по хохоте. Горка мало ресурсов, ресурсов мало. Товый мег подошел. Ну и войска заметно прогрели. Танкетки тоже начинают сливаться. Вторую танкетку смог спасти я. Всего лишь один отряд нобов мало. Хватает повязать всех гвардейцев, гвардейцев больше намного. Второй отряд нобов пришел. Захват был снят, кстати. Так, священники пошли. Священники ломают просто все. Порки как всегда подставили своих греченов. Так, ну и пытается пополниться. Орк. Будет очередная танкетка. Крыжок мекан. С тыла заходит второй отряд. Так, пошли налетчики. Там кетки и зажали. Вроде бы тут гвардейцев. Так, налетчики полетели на тяжелое вооружение. Да, надо убрать. Это тяжелое вооружение, но слишком сильно мешает танкеткам. Так, тяжелое вооружение было уничтожено. Это классно. Так, теперь этот отряд повязать. Немного передохнули, восстановили свои силы в орке. Так, химеры пошли. Химеры? Я думаю, танкетки быстренько их разберут. Бежит гордеец, пытается спастись, наверное, спрятавшись у себя в постройках. Давай, уничтожь химеры, танкетки быстренько, чтобы не мешало. Да, химеры быстренько снесутся. Ну и подавляет орк количеством. Ууу, как они взорвались, да? Ряд гордецев с комиссаром. Тут спрятались еще гордецы. Очередная химера, так уже бронебойцы имеются. И с другой стороны налетчики начинают ломать посты к гейтсам. Тут же снимаются точки. Вот гордецы пополняются. В Т3 уже находится гвардеец. Тем временем, если сейчас будут кастеркины, огрины, это, возможно, спасет гвардееца. Гиги, все-таки Т3 ничего не сделала. Бардеец. Давайте посмотрим счет. На этом все, ребята. Не болейте, услышимся. Пока. Угу. conviction vaccinated. Продолжение следует...